Ацилцистеин. Несколько слов. Действительно, не всем больным с коронавирусной болезнью показано использование ацилцистеина, но если говорить о пациентах, которым проводится инвазивная вентиляция, вот одно из исследований, которое я хотел бы продемонстрировать, использование муколитиков, в частности внутривенного ацилцистеина ангомиста, позволяет снизить практически в два раза развитие вентилятор-ассоциированной пневмонии, скорее всего, за счет поддержания эффективной работы мукоцеллярного клиренса, в том числе пациентов на неинвазивной-инвазивной вентиляции легких. Использование у пациентов 3-4-DS от ацилцистеина позволяет уменьшить длительность нахождения пациента в отделении интенсивной терапии в госпитале в целом, не влияя на уровень летальности, но опять-таки, если мы говорим о необходимости назначения ацилцистеина, наличие вязкой гнойной мокроты, которую сложно пациенту откашлять, либо же проведение искусственной вентиляции легких. Инъекционный ацилцистеин в Украине ангомист включен в перечень препаратов, утвержденных постановлением Кабинета Министров 10.33, показан при необходимости назначения амукалитиков при наличии вязкой гнойной мокроты. Продолжение следует...